К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются. Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и обаятельно, пью профессионально и этнически точно, с женщинами умозрительно возбужден, с коллегами вяло соревновательно тщеславен, но умиротворения нет. Времени отпущенного на жизнь оказалось мало. Смерти я не боюсь, боюсь выглядеть старым, боюсь умирания постепенного, когда придется хвататься за что-то и за кого-то. Я красивый старик, боящийся стать беспомощным. В общем диагноз старость средней тяжести. В нашем возрасте от 75 и выше ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Я столько раз бросал курить, но ни к чему хорошему это не привело. Возвращался обратно к этому пороку, пока сын, которого я очень слушаюсь и боюсь, не сказал «все, хватит». А потом меня навели на замечательного академика, предупредив, что он никого не принимает, но меня откуда-то знает и готов побеседовать. Я собрал полное собрание сочинений анализов и мочи и поехал куда-то в конец шоссе энтузиастов. Особняк, тишина, ходят милые кривоногие дамы в пластмассовых халатах, ковры, огромный кабинет, по стенам благодарственные грамоты от Наполеона, от Петра Первого, от Новоходоносора. И сидит академик в золотых очках. «Сколько вам лет?» – говорит. «Да вот, говорю, 400 будет. Мы, значит, ровесники. Я младше вас на год». Когда он увидел мою папку анализов, взмахнул руками, умоляю, уберите. Мне это уже понравилось. Заглядывать в досье не стал. «А что у вас?» – я говорю. «Во-первых, коленки болят утром, а у меня, наоборот, вечером. Что еще?» «Дышка. Но это нормально. Я стал быстро уставать. Правильно, я тоже. В нашем возрасте так и должно быть». И я успокоился. «Раз уж академик медицины чувствует себя так же, как и я, о чем тогда говорить?» На прощание я сказал, что бросил курить. Он посмотрел на меня через золотые очки. «Дорогой мой, зачем? В нашем возрасте ничего нельзя менять и ничего нельзя бросать. Доживаем, как есть». Я поцеловал его в грамоты и ушел. Гений. Гений.